Владимир Ильич Ленин. Товарищи рабочие, идём в последний решительный бой. Советская республика окружена врагами, но она победит и внешних, и внутренних врагов. Виден уже подъём среди рабочей массы, обеспечивающей победу. Видно уже, как участились искры и взрывы революционного пожара в Западной Европе, дающие нам уверенность в недалёкой победе Международной рабочей революции. Внешний враг Российской Советской Социалистической Республики – это в данный момент англо-французский и японо-американский империализм. Этот враг наступает на Россию сейчас, он грабит наши земли, он захватил Архангельск и от Владивостока продвинулся, если верить французским газетам, до Никольско-Уссурийского. Этот враг подкупил генералов и офицеров Чехословацкого корпуса. Этот враг наступает на мирную Россию так же зверски и грабительски, как наступали германцы в феврале. С тем, однако, отличием, что англо-японцам нужен не только захват и грабёж русской земли, но и свержение советской власти для восстановления фронта, то есть для вовлечения России опять в империалистскую, проще говоря, разбойничью войну Англии с Германией. Англо-японские капиталисты хотят восстановить власть помещиков и капиталистов в России, чтобы вместе делить добычу, награбленную в войне, чтобы закабалить русских рабочих и крестьян англо-французскому капиталу, чтобы содрать с них проценты по многомиллиардным займам, чтобы потушить пожар социалистической революции, начавшейся у нас и всё более грозящей перекинуться на весь мир. У зверей англо-японского империализма не хватит сил занять и покорить Россию. Таких сил не хватает даже у соседней с нами Германии, как доказал её опыт с Украиной. Англо-японцы рассчитывали захватить нас врасплох. Это им не удалось. Рабочие Питера, за ним Москвы, а за Москвой и всей промышленной центральной области поднимаются всё более дружно, всё настойчивее, всё большими массами, всё беззаветнее. В этом залог нашей победы. Англо-японские капиталистические хищники, пойдя в поход на мирную Россию, рассчитывают ещё на свой союз с внутренним врагом советской власти. Мы знаем хорошо, кто этот внутренний враг. Это капиталисты, помещики, кулаки, их сынки, ненавидящие власть рабочих и трудовых крестьян, крестьян, не пьющих крови своих односельчан. Волна кулацких восстаний перекидывается по России. Кулак бешено ненавидит советскую власть и готов передушить, перерезать сотни тысяч рабочих. Если бы кулакам удалось победить, мы прекрасно знаем, что они беспощадно перебили бы сотни тысяч рабочих, входя в союз с помещиками и капиталистами, восстанавляя каторгу для рабочих, отменяя восьмичасовой рабочий день, возвращая фабрики и заводы под иго капиталистов. Так было во всех прежних европейских революциях, когда кулакам вследствие слабости рабочих удавалось повернуть назад от республик опять к монархия, от власти трудящихся опять к всевластью эксплуататоров, богачей, тунеядцев. Так было у нас на глазах в Латвии, в Финляндии, на Украине, в Грузии, везде жадное обожравшееся зверское кулачье соединялось с помещиками и с капиталистами против рабочих и против бедноты вообще. Везде кулачье с неслыханной кровожадностью расправлялось с рабочим классом. Везде оно входило в союз с иноземными капиталистами против рабочих своей страны. Так поступали и поступают кадеты, правые сэры, меньшевики. Стоит вспомнить только их подвиги в Чехословакии. Так поступают по крайней глупости и бесхарактерности и левые сэры, своим мятежом в Москве, оказавшие помощь белогвардейцам в Ярославле, чехословакам и белым в Казани. Недаром эти левые сэры заслужили похвалу Керенского и его друзей французских империалистов. Никакие сомнения невозможны. Кулаки – бешеный враг советской власти. Либо кулаки перережут бесконечно много рабочих, либо рабочие беспощадно раздавят восстание кулацкого, грабительского меньшинства народа против власти трудящихся. Середину тут быть не может. Миру не бывать. Кулакам можно и легко можно помирить с помещиком, царем и попом, даже если они поссорились, но с рабочим классом – никогда. И поэтому бой против кулаков мы называем последним, решительным боем. Это не значит, что не может быть многократных восстаний кулаков или что не может быть многократных походов чужеземного капитализма против советской власти. Слово «последний бой» означает, что последний и самый многочисленный из эксплуататорских классов восстал против нас в нашей стране. Кулаки – самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры, не раз восстанавливавшие в истории других стран власть помещиков, царей, попов, капиталистов, кулаков больше, чем помещиков и капиталистов. Но все же кулаки – меньшинство в народе. Допустим, что у нас в России около 15 миллионов крестьянских земледельческих семей, считая прежнюю Россию до того времени, когда хищники оторвали от нее Украину и прочее. Из этих 15 миллионов, наверное, около 10 миллионов бедноты, живущей продажей своей рабочей силы, или идущей в кабалу богатеем, или не имеющей излишков хлеба и особенно разоренной тяготами войны. Около 3 миллионов, надо считать, среднего крестьянина, и едва ли больше 2 миллионов кулачья, богатеев, спекулянтов хлебом. Эти кровопийцы нажились на народной нужде во время войны. Они скопили тысячи и сотни тысяч денег, повышая цены на хлеб и другие продукты. Эти пауки жирели насчет разоренных войною крестьян, насчет голодных рабочих. Эти пиявки пили кровь трудящихся, богатея тем больше, чем больше голодал рабочий в городах и на фабриках. Эти вампиры подбирали и подбирают себе в руки помещичьи земли. Они снова и снова кабалят бедных крестьян. Беспощадная война против этих кулаков, смерть им, ненависть и презрение к защищающим их партиям, правым эсерам, меньшевикам и теперешним левым эсерам. Рабочие должны железной рукой раздавить восстание кулаков, заключающих союз против трудящихся своей страны с чужеземными капиталистами. Кулаки пользуются темнотой, раздробленностью, распыленностью деревенской бедноты. Они натравливают ее на рабочих. Они подкупают иногда ее, давая ей на сотенку рубликов поживиться от спекуляции хлебом и в то же время грабя бедноту на многие тысячи. Кулаки стараются перетянуть на свою сторону среднего крестьянина, и иногда им это удается. Но рабочий класс вовсе не обязан расходиться со средним крестьянином. Рабочий класс не может помириться с кулаком, а с средним крестьянином он может искать и ищет соглашения. Рабочее правительство, то есть большевистское правительство, доказало это делом, а не словами. Мы доказали это, приняв и строго проводя закон о социализации земли. В этом законе есть много уступок интересам и воззрениям среднего крестьянства. Мы доказали это, утроив на днях хлебные цены, ибо мы вполне признаем, что заработок среднего крестьянина часто не соответствует теперешним ценам на промышленные продукты и должен быть повышаем. Всякий сознательный рабочий будет разъяснять это среднему крестьянину и терпеливо, настойчиво, многократно доказывать ему, что социализм бесконечно выгоднее для среднего крестьянина, чем власть царей, помещиков, капиталистов. Рабочая власть никогда не обижала и не обидит среднего крестьянина, а власть царей, помещиков, капиталистов, кулаков всегда не только обижала среднего крестьянина, а прямо душила, грабила, разоряла его во всех странах, везде без исключения, в России в том числе. Теснейший союз и полное слияние с деревенской беднотой, уступки и соглашения с средним крестьянином, беспощадное подавление у кулаков этих кровопийц, вампиров, грабителей народа, спекулянтов, наживающихся на голоде, вот какова программа сознательного рабочего, вот политика рабочего класса. Написано в первой половине августа 1918 года. Впервые напечатано 17 января 1925 года в газете «Рабочая Москва», номер 14. Печатается по рукописи.